всем привет это тип топ тв и я марина и вы снова со мной а я с вами сегодня у меня опять влог на даче готовлю быстрый обед на скорую руку из простых конечно ингредиентов то что есть в холодильнике я решила приготовить на курином бульоне посолевый суп суп у меня будет очень простой но сытный и бюджетный а также я сделаю десерт из слоеного теста который обязательно моем холодильнике всегда присутствует это будут ленивые ватрушки с творогом а также салат зеленый с сыром моцарелла который я специально купила для такого случая полный список всех ингредиентов вы можете увидеть внизу в описании к этому видео как обычно бульон из грудки у меня уже сварился сейчас я порежу мелко луковицу для обжарки также у меня есть замороженная морковь уже натертая тоже я ее отправлю в обжарку и 3 картофеля на средних размеров я порезала вот такими довольно крупными кубиками размером как раз фасоль чтобы были одинакового размера это фасоль билла красная фасоль в собственном соку я ее приобретала по акции по он стоил около 30 рублей давайте посмотрим состав вот посмотрим сколько там фасоли где-то две трети банки составляет фасоль а там остальное была жидкость здесь написано 200 грамм фасоли вода питьевая очищенная соль поваренная пищевой сахар общем для такой цены очень даже здорово не нужно тратить время на вываривание разваривание фасоли можно также из нее и салат сделать в общем что угодно бульон сварился полностью достаем куриную грудку и мне она еще понадобится для салата а половинку грудки я порежу мелко и назад отправлю в суп отправляю в бульон картошку готовую зажарку перекладываю суп сюда же бросаю лавровый лист и несколько горошков перца при том перец у меня тут сборный и белый и красный и черный смесь перцев по моему пяти перцев кроме душистого душистый конечно же не нужно класть супа также сюда отправляется половина грудки которую я порезала вторую половину я оставила для салата и и и и и и и и картошка проварилась добавляю посоль и зеленый лук проварю еще пару минут и можно будет подавать суп к столу на десерт я буду готовить ленивые ватрушки вертушки для этого мне понадобится два пласта слоеного теста без дрожжевого 9 процентный творог хуторок один желток 1 столовая ложка сметаны немного сахара и еще один желток для смазания сметану класть не обязательно к творогу добавляем 1 желток одну столовую ложку сметаны и 2-3 столовых ложки сахара я добавлю немного ванильного сахара для аромата тесто разморозилось я буду его раскатывать сразу на бумаги для выпекания и тщательно тщательно смотрите припыляю его мукой потому что у меня подписчики спрашивают почему у вас тесто не прилипает ни к поверхности не к скалке все так вот я просто припудриваю я припыляю мукой чтобы не было именно вот мокрых мест на тесте это самое главное и раскатываю в прямоугольник как обычно мы делаем вот для рулетов и неважно в одну сторону раскатывать тесто или в разное тут ничего от этого не зависит все и так получится замечательно когда мы тесто раскатали половину начинки выкладываем сверху на пласт по длинной стороне пласта сверху снизу мы оставляем незакрытой начинкой где-то сантиметра два-три вот такие вот полоски незакрытой начинкой вот из начинаем сворачивать рулет не сильно нажимая то есть вот вот так свободно просто скатываем и острым ножом нарежем на кружочки вот такая толщина рулетиков должна получиться где-то сантиметра два два с половиной точно таким же образом я сделаю второй рулет и точно также его разрежу придаем вертушкам аккуратную форму если нужно вот здесь защипываем край чтобы у нас они не раскрутились во время выпекания вот и все можно смазывать желтком можно не смазывать я не буду смазывать убираю в разогретую духовку приблизительно на 40 минут при температуре 190 градусов буду выпекать затем можно сделать глазури сахарной пудрой но сахарной пудрой у меня здесь не оказалось просто полью растопленным шоколадом вот такой у нас сегодня будет обед а на вечер я просто отварю картофель и приготовлю дораду вот морскую рыбу в чесночном маринаде и буду подавать просто зеленым салатом возможно эти рецепты вам пригодятся и вы возьмете их на заметку а я желаю вам конечно же крепкого здоровья благополучия и приятного аппетита всем пока и оставайтесь со мной